Игровые новости апреля 2013 года. Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого. Кстати, нажав на превьюшку из тех, что вы сейчас видите на экране, вы сразу перенесётесь к новости. Итак, сегодня вы услышите. THQ распродала остатки игровых лицензий. LucasArts закрыта. Состоялся релиз Another World 20th Anniversary Edition на персональных компьютерах. Завершился сбор средств на разработку Torment Tides of Numenera, но дата выхода игры перенесена. Открыт приём заявок на участие в альфа-тесте Survarium. Futuro Cube. Электронный кубик-головоломка. Far Cry 3 Blood Dragon. Это самостоятельное дополнение. Первое место британского чарта у Bioshock Infinite. Surgeon Simulator 2013 уже в продаже. Все новости подготовлены по материалам сайта Compulenta.ru. Не забывайте лайкать и делиться этим видео. Ну а теперь подробнее. THQ распродала остатки игровых лицензий. Как все помнят, THQ банкрот, распродающая интеллектуальную собственность. На днях последние остатки лицензий и брендов ушли с молотка. Основным покупателем, выкупившим почти все лоты, стала австралийская компания Nordic Games. Она владеет такими студиями, как Joe Wood, Dreamcatcher и The Adventure Company. И эти девелоперы, наверное, известны вам по играм Arkania, Painkiller, Gothic и Spellforce. Что ж, теперь список продуктов Nordic Games заметно расширится. Вот что австралийцы приобрели за 4 миллиона 900 тысяч долларов. Марсианские шутеры Red Faction. Экшен о всадниках апокалипсиса Darksiders. Гоночные игры MX vs ATV. Кроме того, были куплены еще два лота. Первый содержит все прочие игры, авторские права на которые принадлежат THQ. Второй — лицензии, издательские и дистрибьюторские на сторонние проекты, права на которые сохранены за третьими компаниями. Ну а серия Homeworld, которую на народные деньги безуспешно пыталась приобрести студия Team Pixel, досталась компании Gearbox Software. Выяснилось, что у Team Pixel не было ни одного шанса. Независимые давали за бренд 50 тысяч долларов, а Gearbox выкатила миллион 350 тысяч. И еще один любопытный момент. Компания 505 Games каким-то образом сумела выкупить права на Drone to Life и Drone to Life The Next Chapter, предложив за них 300 тысяч долларов. Эти проекты входили в пятый лот, приобретенный Nordic Games. Детали сделки не раскрываются. LucasArts закрытая Славная LucasArts, подарившая нам такие классические игры, как Monkey Island, False Rotel, Grim Fandango, Loom, исчезла. В конце прошлого октября компания Disney выложила 4 миллиарда долларов за кинокомпанию LucasFilm, игровую компанию LucasArts и всю интеллектуальную собственность Джорджа Лукаса. И вот свежая бизнес-новость. Только что приобретенное игровое подразделение ликвидировано. LucasArts давно превратилась в конвейер, производящий игры по мотивам «Звездных войн». Ни о каких «Full Throttle» тут даже не думали. Но почему бы новым владельцам не модернизировать студию? Почему бы не развивать ее, возвращая былую славу? Но нет, ее просто закрыли. Мы оценили свое положение на рынке видеоигр и решили упростить LucasArts, превратив ее из внутренней девелоперской компании в подразделение по лицензированию. Говорится в заявлении Disney. То есть сделать конторой, выдающей лицензии на разработку игр. А самым приоритетным направлением считаются, разумеется, «Звездные войны». Поскольку разработкой LucasArts больше не занимается, девелоперы уволены. Все 150 человек. Будущее игр Star Wars 1313, кстати, весьма многообещающее, и Star Wars First Assault туманно. По слухам, проекты закрыты. Решение принималось не в спешке. Все прорабатывалось почти с момента покупки, заявили в компании. Мы думаем о возможном лицензировании Star Wars 1313. Возможно, проект завершит сторонняя студия. На персональных компьютерах состоялся релиз Another World 20th Anniversary Edition. Обновленная версия Another World, легендарной приключенческой игры 1991 года, появилась на персональных компьютерах и макинтошах. В 2011 году игре исполнилось 20 лет. К юбилею вышел ремейк для iOS и Android гаджетов. Переделка экшн-платформера, созданного Эриком Шаей и Телфин Софтвуэя, и выпущенного на Amiga в 1991 году, была доверена студии DotEmo. Эта же команда адаптировала игру для персональных компьютеров. Релиз состоялся в системе цифровой дистрибуции Steam. Приобщиться к классике можно за 199 рублей. Главное преимущество новой версии – поддержка клавиатуры и геймпада. К сожалению, играть с помощью сенсорных экранов было не слишком удобно. Игра поддерживает high-definition картинку, имеет новую схему управления, посвежевший саундтрек. Для самых ярых поклонников предусмотрена возможность переключения в классический режим. Да-да, образца 1991 года. Есть три уровня сложности, включая хардкорный. Это сложнее того, что было в оригинале. Также вы получите доступ к дневникам разработчиков и видео о создании игры. Другой мир – это история молодого физика, проводившего эксперимент на синхротроне. Из-за удара молнии в установку открылся межпространственный портал. И герой перенесся на другую планету. Вскоре он попадает в инопланетную тюрьму, находит друга Алиэна и вместе с ним совершает побег. Дата выхода RPG Torment Tides of Numenera перенесена. Тормент Tides of Numenera в 2014 году не выйдет, сообщает студия InXile. И виноваты в этом мы с вами. Девелоперы лишь приступили к концептуальному проектированию игры. И даже не закончили сбор средств на разработку, организованную в системе Kickstarter. Однако уже поняли, что к намеченной дате не успеют. Пользователи выделили им куда больше денег, чем планировалось. И в итоге проект разросся. «Игра создается по модульному принципу, и мы учли возможность увеличения ее объемов», рассказывает руководитель проекта Кевин Сандерс. «Но ваша поддержка превзошла все ожидания. Очевидно, что для создания высококлассного продукта, которого вы заслуживаете, потребуется больше времени». До сих пор заявлялось, что игра появится в декабре 2014 года. В качестве новой ориентировочной даты назван период с начала по середину 2015 года. Разработка ведется для Linux-систем, Macintosh и персональных компьютеров. Девелоперы просили 900 тысяч долларов, а собрали 3 миллиона 400 тысяч. Причем это лишь сумма, которую дал Kickstarter без учета PayPal-платежей. И если содержимое копилки превысит 3,5 миллиона долларов, то к проекту присоединится Крис Авеллон, создавший оригинальную Planescape Torment, а ныне работающий в Obsidian Entertainment. Torment Tides of Numenera – это идейная наследница Planescape Torment. Нас ждет ролевая игра в мире далекого будущего. Несколько цивилизаций возносились и бесследно исчезали. Мы будем исследовать новый мир, искать артефакты древности. Завершился сбор средств на разработку Torment Tides of Numenera. Всего 6 часов потребовалось ролевой игре Torment Tides of Numenera на сбор в системе Kickstarter 900 тысяч долларов. Дальше вопрос стоял так. Как далеко удастся продвинуться девелоперам из студии InXile, решившей создать идейную наследницу знаменитой RPG Planescape Torment? Теперь мы знаем ответ. За месяц проект стал одним из самых обласканных пользователями, уступив лишь Cosmosimu Star Citizen. На призыв авторов Tides of Numenera откликнулись свыше 74 тысяч человек, собравших 4 миллиона 188 тысяч долларов. И это только через Kickstarter. А ведь еще можно было делать взносы через PayPal, чем воспользовались около 2000 игроков, вклад которых равен 127 тысячам. Кстати, если вы не успели присоединиться к проекту, то пользоваться PayPal-копилкой можно будет до конца апреля. Собранных средств достаточно для добавления в игру второго большого города, существенного расширения всех локаций, привлечения трудившихся над оригинальной Planescape Torment главных разработчиков, включая Криса Авелона, и увеличения объема музыки в исполнении Марка Моргана. Если же с помощью PayPal удастся достичь 4,5 миллионов, у вашего персонажа и его компаньонов появится собственная крепость. Вселенная грядущей игры создана Монте Куком, человеком, долгое время работавшим над миром D&D и участвовавшим в создании оригинальной Planescape. Речь идет о далеком будущем. Множество цивилизаций было предано забвению, и теперь человечество разыскивает артефакты древности. С помощью одного из таких чудес некий человек обретает бессмертие, превратившись в перерождающегося бога. Наш герой тоже вовлечен в цикл перерождений, что пробуждает к жизни опасное создание – ангела Энтропии. В общем, с нетерпением ждем первой половины 2015 года, когда игра выйдет на персональных компьютерах Macintosh'ах и Linux. Открыт прием заявок на участие в альфа-тесте Survarium. В декабре 2011 года стало известно, что украинская студия GSC Game World закрылась. Вся ее команда уволена, а проект Stalker 2 приказал долго жить. Но девелоперы основали новую компанию – Vostok Games, и занялись разработкой глобального многопользовательского шутера от первого лица под названием Survarium. На днях выяснилось, что проект неплохо себя чувствует, и вот-вот стартует альфа-тестирование новинки, в котором может принять участие любой человек с улицы. Заполняйте анкету на сайте игры и переведите себя в режим ожидания. Вдруг вас выберут. Разработчики уточняют, что приглашать тестеров будут в несколько этапов. Сроки альфа-теста пока не уточняются. История же привычна. Экологические катастрофы, взрывы атомных электростанций, химических заводов, загрязнение огромных территорий. Природа с огромной скоростью отвоевывает земли, появляются мутанты, возникают аномалии. И лишь укрепленные лагеря, контролируемые небольшими группировками, имеют хоть какой-то шанс. Вы вольетесь в ряды этих почти отчаившихся, но все еще не сдающихся людей. Футуро Кьюб Электронный кубик-головоломка Чешская компания Принцип Интерэктив разработала оригинальную электронную головоломку Футуро Кьюб Устройство, внешне напоминающее кубик Рубика. Гаджет представляет собой кубик, на каждой грани которого расположено 9 светодиодов в виде матрицы 3х3. Они могут менять цвет, яркость и периодичность свечения. Грани Футуро Кьюб не являются сенсорными, но встроенный трехосный акселерометр позволяет устройству фиксировать моменты постукивания по поверхности или поворота. Различные интегрированные датчики помогают определить, какой стороной кубик расположен вверх, а также определить характер движений или жестов пальцев. Кубик снабжен процессором Cortex-M3 с архитектурой ARM. 128 МБ флеш-памяти, аудиосистемой и портом microUSB. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея, заряда которой хватит на часы непрерывной игры. Несколько устройств Футуро Кьюб могут обмениваться данными друг с другом по радиосвязи для организации многопользовательских игр. Новинка, как утверждается, выводит привычные логические игры на новый уровень. Пользователям, к примеру, предлагается оригинальный вариант классической змейки, кубрис, модификация Тетриса, гамоку и прочее. Сторонним разработчикам будет доступен комплект для написания игр. Футуро Кьюб предлагается примерно за 100 долларов. Far Cry 3 Blood Dragon Это самостоятельное дополнение. Весьма странный проект Far Cry 3 Blood Dragon оказался самостоятельным дополнением к оригинальной Far Cry 3, вышедшей в прошлом ноябре. Первая информация появилась в консольной системе цифровой дистрибьюции Xbox Live Marketplace. Издательство Ubisoft сообщает, что играть можно без оригинала. Blood Dragon появится 1 мая на персональных компьютерах PlayStation 3 и Xbox 360. Релиз будет только цифровым. Вот что известно о новинке. Вас ждет игра, стилизованная под фантастические боевики 80-х, так утверждают разработчики. Это история об альтернативном 2007-м годе и некоем сержанте, задача которого – остановить армию киборгов. Будет ли дополнение хоть как-то связано с оригинальной игрой, я не знаю. По всей видимости, речь идет о сюжетном ответвлении. Ну а в Far Cry 3 вы были туристом, оказавшимся на тропическом острове. Правда, вместо того, чтобы валяться на пляже и купаться в теплом море, вам пришлось носиться по джунглям и стрелять в местных головорезов, возглавляемых каким-то психопатом. Первое место британского чарта у Bioshock Infinite. Мы уже привыкли к тому, что Кен Левайн из раза в раз совершает маленькую революцию в дизайне, нарративе и способах подачи игровых сюжетов. Bioshock Infinite – не исключение. Пресса взахлеб превозносит игру, и покупатели, что бывает не так часто, с ней полностью солидарны. Высокий спрос на игру обеспечил новому Bioshock первое место в британском чарте, с которого он согнал Gears of 4 Judgment. Игра Triumfator создана студией Irrational Games, а издана 2K Games. Вместе с детективом Букером мы отправляемся в заоблачный, но погрязший в религиозном фанатизме и расовой нетерпимости город, чтобы разыскать и спасти некую Элизабет. Сообщается, что по результатам первой недели игра стала самой распродаваемой в серии Bioshock. Но не самым успешным проектом 2013 года. Спрос на Tomb Raider был выше, а об итоговых продажах говорить пока рано. Кстати, приключенческий, почти археологический экшен Tomb Raider снова заинтересовал игроков. Спрос вырос на 45%, и игра получила серебро. Упомянутый выше шутер Gears of 4 Judgment потерял сразу две позиции, и теперь довольствуется третьим местом. Спрос упал на 63%. Surgeon Simulator 2013 уже в продаже. Черно-юмористический симулятор хирурга доступен всем и каждому, напоминают разработчики из Bossa Studios. Surgeon Simulator 2013 предложит вам провести несколько часов, копаясь во внутренностях пациентов. Прототип игры был создан за 48 часов во время январского мероприятия Global Game Jam. Концепция оказалась настолько любопытной, что разработчики решили превратить задумку в полноценный проект, а пользователи помогли ему попасть в Steam, проголосовав за него в системе Greenlight. Вы ведь всегда хотели стать хирургом, спасающим жизни, не так ли? Но есть одна проблема. Инструменты для операции не слишком подходят. Не только скальпели, но и пилы, дрели, топоры. Да и руки виртуального врача, мягко говоря, кривые. А ведь надо выполнять внутриполосные операции, заниматься пересадкой органов и даже ковыряться в мозге. То, что подчас не удается даже профессионалам, вы будете делать подручными средствами. Отечественным игрокам Surgeon Simulator 2013 доступно за 249 рублей. На сегодня новостей больше нет. Вы слышали Лёшу Халецкого. Мой канал Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки и делиться видео, а также писать в комментариях, как вам нравятся эти новостные выпуски. Спасибо, что дослушали до конца. Удачи вам и играйте в умные игры. Кто стёр мои сейвы? Сейв кто стёр?